Конец года. Самое время подводить итоги работы в разных сферах деятельности. Безопасность на дорогах – одна из важнейших составляющих нормального функционирования города и района. Сотрудники ГИБДД провели детальный анализ аварийности на наших трассах за 10 месяцев текущего года. Наблюдается общая тенденция к снижению ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 155 происшествий до 126. По детям ДТП у нас снижение с 8 на 7, соответственно. По погибшим у нас 17 на 16, минус 5,8% по детям погибших недопущенных в этом году. По раненым картина тоже неплохая – 192 на 143, снижение на 24,5%. В принципе, цифры позволяют нам сказать, что определенный оптимизм есть у нас, однако есть над чем работать. Действительно, есть и моменты, требующие более детального включения в работу всех служб. Например, острой остается проблема совершения ДТП водителями в состоянии алкогольного опьянения. Есть необходимости в дополнительном освещении некоторых участков муниципальных трасс. Особое внимание глава района Алексей Валов обратил на профилактику детского травматизма. Дети идут без световозвращающих элементов, к сожалению. Я проезжаю, остановлюсь, пропускаю детей. Фары светят, ни у кого нет световозвращающих элементов. Это не здорово. Надо запланировать, чтобы по школам. Я доведу. Рассмотрели на заседании ряд вопросов и инициатив, касающихся организации дорожного и пешеходного движения на территории района. Комиссия приняла несколько важных решений. Например, организовать пешеходный тротуар на дороге на улице Ленина по пути к школе номер 11. Также новый пешеходный маршрут появится на подходе к детскому саду номер 1 «Теремок». А жители деревни Байбаки смогут дожидаться транспортно-оборудованной автобусной остановки. Наталья Медведева, Сергей Максимов, телерадио компания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова